Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Сегодняшний день принес много новостей, много известий, в основном международного характера. Это и большая пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова, и открытие Давосского форума в Швейцарии международного экономического. Обо всем этом мы сегодня, конечно, будем разговаривать, говорить, но в первую очередь сегодня мы поговорим о том, что финские власти сегодня отняли у россиянки Светланы Карелиной двух детей, приехавшей по туристической визе к проживающему в Финляндии отцу. Этот и другие итоги дня мы будем обсуждать с нашим гостем Станиславом Раткевичем, доктором политических наук, генеральным директором компании PR3000. Если вы хотите позвонить к нам в эфир, пожалуйста, вы можете это сделать по телефону плюс семь четыре девять пять шесть пять десять девяносто девять и шесть. Итак, мы начинаем разговаривать о той ситуации, которая складывается в Финляндии. Почему-то в основном именно с Финляндии связаны самые последние, самые громкие последние дела в отношении российских детей. Станислав, на ваш взгляд, вот эта ситуация с детьми двое шестилетних двойняшек, Артем и Сони Карелиных. Карелины, мама их врач из Петрозаводска, Светлана, граждане России и финские власти попустительствуют фактически тому, что дети, граждане другого государства удерживаются в Финляндии? На мой взгляд, наши радиослушатели даже без помощи экспертов могут подметить, что это системная проблема. Раз от раза происходит конфликт. Один родитель с российской стороны, другой родитель с финской стороны. И происходит фактически отъятие детей у российского родителя. Извините, Станислав, что я вас перебил, просто тут ситуация на самом деле просто вопиющая, потому что, насколько я понимаю, у финского папы даже нет, опять же, финского гражданства, есть только вид на жительство в Финляндии. Да, ну, видимо, таких людей тоже защищает Конституция Финляндии, закон финский. И этот закон построен каким-то образом, что его можно всегда трактовать в минус, причем страшный минус, психологический, моральный, какой угодно, родителям с нашей стороны. Я вам должен честно признаться, коллега, и радиослушателям, что мне не совсем понятно историко-политическое подоплека этого дела. Почему? Две страны, которые сосуществуют уже, бог знает сколько времени, да, одна из которых, Россия, дала свободу другой, да, после чего Владимиру Ильичу Ленину, человеку, который, собственно, дал свободу Финляндии, поставлен памятник и сохраняется свято до сих пор. Почему две страны, у которых такие богатые традиции экономических, культурных или бы других отношений, вдруг вот по этому вопросу постоянно находятся в состоянии двух боксеров? То один вроде пропустит удар, то другой вроде неплохая метафора, но очень плохая, потому что речь идет о детях. Ну, вообще, на мой взгляд, вот сегодня Павел Астахов, уполномоченный по правам человека, говорил в одном из интервью, что просто какая-то цепочка выстраивается, потрясающая. Значит, у россиянки Римма Саланин выкрали ребенка, просто вывезли в багажнике автомобиля. У Завгородни изъяли троих детей, в том числе малыша, буквально новорожденного. Значит, у Альбины Касаткины изъяли детей просто по доносу, по звонку новой сожительницы бывшего мужа. И здесь вот двое детишек приехали к папе погостить и не могут вернуться на родину. Ну, это уже какой-то криминал. С нашей точки зрения, да, но опять, это, видимо, не криминал через призму законодательства соседнего государства. Тут другое. Кто теперь вступится за наших детей? Вот был там человек с неоднозначной репутацией, Бэкман, да, который защищал вроде наших детей и вообще российских граждан. Его постепенно отдавили. Он сейчас, у него сейчас гораздо меньше возможности этим заниматься, и что-то вот не слышно в последнее время про него. Кто? И вот тут, мне кажется, наша слабость состоит в том, что у нас проводится внешняя политика именно субъектом ее является государство, а не общество, не народ. То есть мы проводим действительно международную, не международную политику, а межгосударственную политику в данном случае. А что может сделать, собственно говоря, МИД в этой ситуации? Или любая другая официальная... Извините, что я вас перебью. МИД или консульская служба, которая наша в Хельсинки, да, насколько я опять же сегодня читал, будет работать в этом направлении. Астахов пообещал, что он поднимет на уши МИД. Ну, поднимет он на уши МИД. А что может сделать МИД-то? Это ведь контора государственная другого государства. Почему финны должны прислушиваться, даже просто прислушиваться к тем или иным заверениям, заявлениям, официальным документам со стороны МИД-а? А вот реальное давление на власти финские может произвести гражданское общество, финское же. Почему у нас нет связи между нашими организациями, защищающими права детей? Они себя так ярко проявили недавно, да, когда подняли свой голос против антимагнитского закона, да? Почему вот нет живой связи между ними и такими же организациями в Финляндии? И почему в результате этого союза не может быть оказано давление на финские власти снизу, изнутри Финляндии, а низу нет? Но, возможно, как раз ответ на ваш вопрос кроется в законодательстве финском. Я просто присутствовал при переговорах тогдашнего нашего президента Дмитрия Медведева и главы Финляндии Тарий Халанин, который просто открытым текстом сказал, и как раз тогда речь шла про Римму Саланин и про ее ребенка. И Халанин тогда просто открытым текстом сказал, у нас такие законы, и несмотря ни на что мы будем их соблюдать и ни на какое давление не поддадимся. Ну, это у нее работа такая, делать подобные жесткие заявления, да? Но там нет ни одного действующего ведущего политика, который не был бы связан с той или иной политической партией, да? Который не был бы завязан на те или иные выборы. Подойдут выборы, они встретятся со своими избирателями и посмотрим, как они будут делать жесткие заявления. Они не будут их делать, они будут улыбаться, пожимать руки, целоваться. У нас есть телефонный звонок на линии Алексея, слушатель. Алексей, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вот хотел бы свою точку зрения по проблеме высказать. Вы знаете, да, согласен, к сожалению, в странах дети, но тем не менее. В Финляндии, может быть, несколько меньше зависит, чем другие европейские страны от наших энергоресурсов. И вот это показатель прямого отношения к нам. К сожалению, опять же, повторюсь, дети, опять же, щитом становятся. Такая нотка, подачка небольшая, реального отношения к нашей государственной власти. Знаете, сожалею, что дети потеряли родину, но я рад, что они будут жить в Финляндии, что они будут жить в свободной стране. А что касается по поводу общественных организаций, у нас они уже задушены все, закатаны в асфальт, они практически не могут ничего делать. Акция протеста, посадки, 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 вплоть до самоубийств и так далее. А что касается всего общества Финляндии, это и есть сама страна Финляндия, потому что она живет по демократическим законам. Вот, собственно, и все. А они хотят просто реагировать на страну, в которой власть, по сути, бандитская, которая неправовая. Понятно, Алексей. Спасибо вам за звонок, за ваше мнение. Да-да, пожалуйста. Ну, мне глубоко близка оппозиция, радиослушатель, он такой чувствуется, крепкий демократ и даже, может быть, либерал, как, наверное, и я сам. Но согласиться с ним по поводу общественных организаций я не могу. Попробуй-ка за души любую современную сетевую общественную организацию, которая даже не зарегистрирована. А ведь большинство общественных организаций, новых инициатив, всяких реконструкторов, экологов, краеведов, они нигде не регистрируются по той простой причине, что это им не нужно. Они не хотят лишних проблем с чиновниками. Они делают какое-то очень важное дело. Есть и те, которые защищают права детей. Вот я именно про них говорю. Вот именно они сейчас, соединившись с такими же организациями в Финляндии, должны были бы снизу, изнутри оказать давление на финскую власть. Если только это будет в рамках финских законов. Но финские защитники права детей уж поди не хуже знают финские законы, чем финские власти. Согласен с вами, и я не соглашусь еще в одном моменте с нашим слушателем. Финляндия, может быть, действительно не очень зависит от российских энергоресурсов. Но, в принципе, она очень зависима от российского леса. Вся деревообрабатывающая промышленность в Финляндии строится на российском сырье. И вот эта штука очень болезненная. И, кстати, Павел Остаков сегодня упомянул, что, возможно, будет оказано экономическое давление. Как вы думаете, Станислав, это может повлиять на финские власти? Мне не нравится смешение материй. Мне в свое время очень не понравилось, как наши ответили детским законам, антикоррупционному закону американцев. И в этой ситуации мне не нравилось бы, если бы мы ответили на действия финских властей в этой чисто гуманитарной детской области какими-то ограничениями по поставкам леса. Лес и дети – это очень разные материи. Понятно. Напомню, что у нас в студии Станислав Раткевич, доктор политических наук. Мы прерываемся на короткие новости. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Телефон студии плюс семь четыре девять пять шесть пять десять девяносто девять и шесть. У нас в гостях Станислав Раткевич, доктор политических наук, генеральный директор компании PR3000. Мы продолжаем разговор о сегодняшних главных итогах уходящего дня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня давал большую пресс-конференцию. По его словам, Россия в 2012 году стремилась проводить ответственную внешнюю политику в условиях беспрецедентного переходного периода. Основные международные проблемы остаются нерешенными. Наблюдается опасная тенденция, когда все больше кризисных ситуаций пытаются решить силовым путем, заявил Сергей Лавров. В первую очередь, конечно, речь шла, я так понимаю, о Сирии. Именно касаясь Сирии, это большой узел, в котором сейчас, как выясняется, завязано очень много стран и много интересов. Оттуда уже были вывезены около сотни российских граждан, в основном это женщины и дети, которые члены семей, созданных вместе с сирийцами. Станислав, на ваш взгляд, вот этот конфликт, затянувшийся уже, он уже больше года идет, в Сирии, к чему может привести? Да, это очень неприятный конфликт, и пока действительно существует высокая степень неопределенности в той кризисной ситуации, какая, безусловно, присутствует одна из нескольких, о которых говорил господин Лавров сегодня. Но здесь, мне кажется, мы занимаемся все-таки слишком жесткую позицию. То есть, вот существует три фактора, которые, на мой взгляд, ставят под очень большой вопрос судьбу режима Асада. Это, во-первых, Асад Алавит, так же, как все его ближайшие окружения, это течение близко к шиитам, а большинство населения Сирии это суниты. Второй момент, он возглавляет БААС, БААС несколько десятков лет находится у власти, если будет позволено такое сравнение, это супер партия вроде нашей единой России. Это плохо, это плохо, она не, в частности, не выполняет функцию обратной связи от общества к руководству, то есть руководство получает неправильно искаженную информацию с мест. И третий момент, внешнеполитический фактор. Турки, часть арабского мира, безусловно, Израиль, это все противники Асада. Ситуация для Асада очень тяжелая, мне кажется, в такой ситуации мы должны раскладывать быстренько яйца по разным корзинам, иначе мы можем оказаться в такой же ситуации, в какой мы оказались после известных событий в Ливии. Ну, смотрите, партия БААС еще много, несколько десятилетий была у власти в Ираке, ее всковырнули, и в какой-то момент речь пошла вообще о развале Саддама казнили, речь пошла вообще о развале страны на северную, центральную и южную. Слава богу, пока до этого не дошло. Можно ли, ну, если пофантазировать, предположить, что Сирия будет расколота по какому-то такому принципу? Ну, это мне трудно сейчас предположить. Сирия все-таки не поменьше страна, чем Ирак, и нет здесь таких территориально-религиозно-политических привязок, на самом деле, как это есть в Ираке. Вряд ли ее расколют. Какие-то кусочки могут отщепнуть, как это уже бывало. Часть голландских высот, мы знаем, сейчас Израилю принадлежит, некая область на севере, бог знает с каких времен Турции принадлежит, хотя на всех арабских картах, в первую очередь на сирийских, она изображается как часть Сирии и так далее. Вот вы говорили о противниках Асада, но у него есть очень сильный региональный союзник, Иран. Есть, но Иран далеко, он не граничит с Сирией, и тут просто чисто военно-инфраструктурные возникают проблемы, а между ними, в общем-то, противники Асада. Скажите, на ваш взгляд, то, что полыхнуло в Сирии, все-таки большей частью, это внутренний фактор или внешнее давление на страну? Сочетание, сочетание. Я говорил о тех факторах, которые изнутри ослабляют режим, и, соответственно, о тех факторах, которые есть извне. Туда нужно было немножко добавить усилий совсем уж извне, да, видимо, со стороны Соединенных Штатов, предполагаю, для того, чтобы там вот это вот полыхнуло, как вы говорите. Ну вот у нас есть звонок от слушателя, это Олег. Олег, добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер, да. У меня к вашему уважаемому доктору, или как его зовут, есть реплика. Пожалуйста. На самом деле, я вам предлагаю поглубже посмотреть на вещи, на самом деле. Вот, и хочу сказать, что вещь идет о более глубинных вещах. На самом деле, Африк, с тем, что он ловит, со способностью воспринимать и мусульманство, и христианство, гораздо перспективнее для России и для ее будущего развития, чем то, что стоит рядом, там, допустим, шииты, суниты или отдельных христианин. Я думаю, это основной момент, который напрягает всех, в том числе и структуры, которые там в США находятся, и с других стран. Я думаю, это основной момент. Ясно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Что скажете, Санислав? Ну что, прекрасно, что слушающие нас люди так хорошо разбираются в религиозных течениях, в том числе и восточных. Но тут целый ряд же факторов. Я же не один перечислил. Я перечислил три, а там существует, на самом деле, 33, если всерьез. Еще глубже, как вы призываете, разбираться. И вот, на мой взгляд, все эти факторы заставляют нас все-таки занимать более гибкую позицию. Если мы ведем какие-то переговоры с оппозиционной коалицией, а мы, наверное, все-таки их ведем. Ну, естественно, мы их ведем, а они приезжали в Москву. Но если эти переговоры продолжаются, да? Если мы ограничиваемся только той жесткой правоосадовской риторикой, которую мы можем сейчас наблюдать повсеместно, внешне, да? То это плохо. Это плохо, и это нам Сирия сделает вторую Ливию. Вот и все. И, скорее всего, еще потеряем военную базу, которая там... Вы имеете в виду в Тартусе? Да. Но вот сегодня Сергей Лавров заявил о том, что, в общем, в Москве, неважно, кто у власти в Дамаске, лишь бы в стране воцарился мир. Как вот в этой ситуации, вот вы говорите, мы занимаем Россию про-ассадовскую позицию. Молодец, Лавров. Вот если внимательно его слушать, это как раз та позиция, с которой можно стартовать в любую сторону. Та развилка, да? Значит, можно действительно перейти на более гибкие какие-то... Более гибкие позиции, чем мы до сих пор занимали, в том числе. Классный он, очень сильный профессионал, безусловно, Лавров. Если бы на него не давили с разных сторон, наша внешняя политика была намного более интересной и более гибкой. Другая большая тема, это российско-американские отношения, которые, соответственно, Сергей Лавров затронул в ходе своей конференции. Он перечислил, собственно, известные болевые точки в российско-американских отношениях. Это, в первую очередь, переговоры по ПРО. И, естественно, это так называемая перезагрузка. Вот как раз с последнего я и хотел бы начать обсуждать российско-американские отношения. На ваш взгляд, Станислав, вот эта перезагрузка, перегрузка, она вот, когда была провозглашена, на нее возлагались большие достаточные надежды. Так вот, на ваш взгляд, она провалилась или нет? Нет. Тут есть вот что. Есть стратегическая неизбежность нашего союзничества с американцами. Вот мне, честно говоря, всегда очень большую досаду вызывают люди, которые стараются разыграть в каких-то своих частных политических интересах, так называемую, американскую карту. Как хочешь, ее разыгрываю. А все равно есть традиция, вот тоже очень важно, да, традиция, когда мы союзничали с американцами в серьезнейшей политической ситуации, я имею в Вторую мировую войну, да. Есть ситуации, когда мы вроде были враги, но буквально на грани мирового конфликта мы находили общий язык, находилась некая телефонная линия, всегда... Ну, Карибский кризис. Да, Карибский кризис, да. И деваться некуда. Наши потенциальные противники, они скорее на границе у нас. Это скорее сценарий некого всемирного халифата. Или вдруг некое обострение внутриполитической ситуации в Китае, которые попытаются, коммунистическая партия Китая разрешить посредством небольшого победоносного внешнего конфликта, да. У нас есть телефонный звонок. Роман, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Пожалуйста. А в чем, собственно, Лавров молодец-то? Нас запинали в угол. Мы, значит, отдаем Китаю своей территории. Нас выкинули из Ливии, нас выкинут из Сирии. В чем он молодец-то, я так и не понял. Понятно, спасибо. Прямой вопрос, прямой ответ. А потому что он является проводником политики нынешней российской власти. То есть мне трудно сказать, кто конкретно, то ли президент, то ли некоторое его окружение является основным субъектом нашей внешней политики, но не Лавров. Лавров всегда, то есть МИД, Смоленко, всегда еще со времен он их, со времен коммунистических были проводниками. Насколько я понимаю, как раз прерогатива президента, внешняя политика, а МИД это всегда инструмент. В таком случае я вынужден признать, что президента не хватает рук на решение всех проблем. У нас есть еще один телефонный звонок. Илья, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, добрый господа. Хотел бы я по поводу наших отношений с Америкой. Не кажется ли вам, что у нас не так много точек соприкосновений с Америкой, и наши экономики настолько слабо соприкасаются, что если бы было больше отношений экономических, то наша внешняя политика с Америкой была бы гораздо лучше. И американцы к нам бы относились не так, как к придатку, скажем так, но что во многом с нами уже даже не считают. Спасибо, ваш вопрос понятен. Однозначно я согласился бы со слушателем. Нам нужно менять структуру. Мы не должны в такой степени зависеть от экспорта углеводородов. Нужно развивать средний и малый бизнес. Нужно просто менять вообще развитие, нужно просто менять модель. У нас государственно-капиталистическая сейчас модель, некая индонезийская модель. А нам нужно некую западноевропейскую капиталистическую модель строить, совсем другую. Тогда и с американцами будут совсем другие отношения. Тогда они нам будут намного менее опасны, чем сейчас. Тогда у нас будет больше реальной стабильности, а не мнимой стабильности, какой у нас сейчас есть. Наверное, мы еще успеем обсудить вот какой момент, который был тоже затронут сегодня в ходе пресс-конференции Сергея Лаврова. Именно новая горячая точка Мали. Французы, видимо, втягиваются туда, причем очень серьезно. Многие эксперты говорят о том, что это будет второй Афганистан для Франции, вернее, как бы для Запада. Аль-Каида уже ответила в Алжире. Как вы считаете, будет жесткое противостояние, потому что исламисты уже обещали и теракты на территории Франции? Мне кажется, сейчас нужно... Как раз тот самый момент, когда французским политикам, особенно внешнеполитическому ведомству, нужно семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. Они действительно стоят на грани вползания, медленного вползания в такой же неприятный для них конфликт, каким был для нас афганский некогда. Но, с другой стороны, Франция не могла оставить свою бывшую колонию, и она связана договором о помощи с Мали. Ну, любой договор – это бумага, вещь формальная, слова можно толковать по-разному. Но политика – это искусство возможного. Прежде чем влезть в какой-либо конфликт, нужно попытаться понять, сможешь ты что-нибудь там реально сделать или нет. Ну, пока удается боевиков выбить. Только вот вопрос в том, к чему это приведет. Ну, загонят они их в пустыню, собственно, откуда те и пришли. Многие вот говорят, что Франция сейчас расплачивается за свою позицию по Ливии. Может быть и так. Мне трудно сказать, за что французы расплачиваются. Скорее всего, они расплачиваются за то, что некогда схватили кусок, не по зубам, я имею в виду империю, да? Вот они сейчас расплачиваются. И в Сирии, кстати, между прочим, которая некогда фактически являлась полуколонией Франции. И вот сейчас в Мали. Мне кажется, они немножко растерялись сейчас. И мне кажется, они немножко переоценивают возможности своих вооруженных сил. Народ победить нельзя. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях Станислав Раткевич, доктор политических наук. И мы говорили о большой пресс-конференции Сергея Лаврова в Москве. У нас новость. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Телефон в студии. Плюс семь, четыре, девять, пять, шесть, пять, десять, девяносто девять и шесть. Сегодня мы обсуждаем главные события уходящего дня с нашим гостем в студии. Станиславом Раткевичем, доктором политических наук, генеральным директором компании PR3000. Сегодня в Швейцарии, в Давосе, открылся Всемирный экономический форум. Российскую делегацию на этом форуме возглавляет Дмитрий Медведев. Он сегодня уже выступал на форуме. И сделал несколько заявлений. В том числе, по его словам, интегрированность России в неустойчивую мировую экономику требует большей конкурентоспособности российских компаний. Но основными для России являются не внешние риски, а внутренние, считает премьер-министр. А нестабильность глобальной экономики сохраняется. Надежды на выход из кризиса без разрешения накопившихся финансовых и региональных дисбалансов, судя по всему, не оправдались. Несмотря на все усилия, посткризисное восстановление все еще неустойчиво. Рецидивы кризисных явлений, глобальная рецессия вполне вероятны. С такой речью Медведев выступил на всемирном экономическом форуме в Давосе. Ну, про наши внутренние риски мы, конечно, можем поговорить, но мы, в принципе, хорошо о них знаем. То, что имеет в виду Дмитрий Медведев. А вот внешние риски, да, с которыми странам приходится сталкиваться. В частности, кстати, вот на сегодняшнем, на открытии речь шла о приоритетах России, которые она будет двигать, возглавляя так называемую Большую Двадцатку. И вот в связи с этим у меня вопрос к вам, Станислав. Насколько реализуем мы в жизнь те решения и приоритеты, которые Двадцатка провозглашает периодически? Вообще, мне было бы интересно, конечно, что имел в виду наш пример, говоря о внутренних рисках. И было бы очень интересно понять, каким образом он представляет себе повышение конкурентноспособности российских компаний. То, о чем он говорил, не хватает нам якобы. Я себе позволю... Простите, я вас перебью, я просто возьму цитату из председателя правительства. Основные риски не внешние. На первый план выходят наши внутренние ограничители. И главная угроза – это слишком медленный прогресс в решении указанных задач. Указанных задач. Хорошо. Значит, вот я ставлю себя на место западного инвестора, такого серьезного, да, особенно не светящегося, сидящего на больших деньгах и присматривающегося к международным рынкам, к общему рынку. Значит, во что я прежде всего вложусь? Я найду стабильно развивающийся рынок. В нем я найду стабильно развивающуюся отрасль. А в ней я найду стабильно развивающиеся предприятия. И эти акции я куплю. Заплатил за не очень большие деньги. Вот вам разрешение всей проблемы конкурентоспособности. Значит, как только он посмотрит в сторону России, он прежде всего видит нестабильно развивающийся, непонятно как развивающийся государственно-капиталистический рынок. Слишком многое зависит от государства, слишком многое зависит от чиновников. И от связи чиновников с представителями различных компаний. А не от способности этих самих компаний выживать на внутреннем и внешнем рынке. Он увидит совсем мало стабильно развивающихся отраслей. Ну, разве что добыча. Добыча, как некоторые наши политики говорят. И он увидит совсем мало развивающихся, стабильно развивающихся внутри этих отраслей компаний. Вот таким образом наворачивается очень неприятная картина. Хорошо. В моих глазах. Я понимаю. В глазах серьезного западного миста. Хорошо, Станислав. Но вот давайте взглянем на эту историю с другой стороны. В ходе активной фазы нынешнего кризиса, который еще не закончился, в том числе американские власти, вкачали, если я не ошибаюсь, 700 миллиардов долларов в самые различные, то есть государственных денег, в самые различные, в том числе абсолютно бесполезные проекты по строительству моста, дороги, по которой никто не ездит. Лишь бы занять людей. Вот это что, это как вот США, оплот мирового капитализма и частного капитала? Я не отвечаю за... Обама социалист? Я не отвечаю за действия. Обама, кстати, в значительной степени больше социалист, чем многие даже европейские социал-демократы. Он настолько решительно взялся, например, за реформу медицинской сферы, что он точно выглядит как какой-то левый социал-демократ. Да, уж если на то пошло. Ну, а об элементах социалистичности, там, американского капитализма можно много говорить, но он действительно здорово, там действительно здорово социализировано хозяйством. Значит, вот то, что вы спрашиваете, там, вкачивать деньги в мосты, по которым никто не ездит и так далее, не моя компетенция. Я представляю частный бизнес и не собираюсь отвечать за то, что делают в бизнесе и какой бизнес делают чиновники. Понятно. Тем не менее, вот, опять же, сошлюсь на председателя правительства Дмитрия Медведева, которого сегодня заявил, что зависимость российской экономики от сырьевого экспорта сильно преувеличена уже сегодня. Большая часть, большая часть роста в последние годы обеспечивается не только за счет нефтегазовых доходов, сколько за счет увеличения производства потребительских товаров и услуг. Вот я всегда удивляюсь, что мешает, собственно говоря, нашим политикам, не знаю, наклеить бороду, что ли, и сходить в простой магазин, а либо в аптеку, и посмотреть, какое количество товара там заграничное, а какое количество товара там наше. Ну, только реально, да, не по этикеткам, а реально разобраться, да, и сразу все станет понятно. И степень России от внешних рынков, и степень развитости капитализма в России, и характер этого самого капитализма. Ну, согласитесь, что это все равно лучше, чем было 20 лет назад. Ну, давайте еще вспомним военные времена. Нет, я не собираюсь вспоминать военные времена. Голодомор. Нет, 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 зачем так глубоко? Вот 20 лет назад ничего не было, а Гайдар стал проводить жесткие реформы. Вроде что-то появилось. Естественно, при том уровне развития экономики было выгоднее все закупать за границей. Потом произошел кризис с 98-го года, и многие отечественные предприниматели перенесли, например, производство в Россию. Я такие случаи знаю. Вместо того, чтобы готовую продукцию покупать в Европе, они поставили станки, начали здесь производить достаточно хорошие, конкурентоспособные товары. И рубль подешевел. Рубль подешевел, и сразу стало выгодно производить товары здесь, в России. Будь на моем месте экономист, он бы вам объяснил весь этот механизм. Я понимаю, но за понижение, ослабление национальных валют борются все. Вот американцы роняли-роняли доллар по отношению к евро, а европейцы теперь вообще не знают, что делать. Да, да, согласен с вами. Это очень мощный рычаг. И вот тогда сработало вот это. Но при Гайдаре сработало совсем другое. Там просто всем разрешили вынести на улицу все, что у них было. И сам Гайдар в своей книжке вспоминает, как он ехал на машине, вдруг смотрит, стоит гигантская очередь. Он спрашивает, зачем стоят эти люди, что они хотят купить? А ему говорят, а эти люди хотят продать. Хотя мне здесь более показательно то, что он ехал на машине, вместо того, чтобы выйти к этим людям и задать им вопрос, продолжал ехать на машине. Боюсь, что наши политики до сих пор так и продолжают ездить на своих машинах, мимо стоящих на улицах людей. Хорошо. Сегодня, кстати же, опять же, там же Медведев сделал несколько важных заявлений. Вот вы говорили, да, на что смотрит иностранный инвестор. Вот Медведев говорит о приватизации. Он, например, рассказал о том, что значительный пакет Роснефти будет продан. Ну, может, он и будет продан. Пока Роснефть покупает практически ТНК-БП, и одна эта операция по объему, как говорят специалисты, равна всей остальной приватизации, которая была произведена в России. То есть у нас происходит сейчас не приватизация пока, а некое государственное мнение экономики. Ну, хорошо. Роснефть купила ТНК-БП, теперь Роснефть приватизируется. И, естественно, что привлекательность именно та самая Роснефти резко выросла. Ну, это мы посмотрим, насколько она выросла, и будут ли они продавать свои бумаги, и как они еще будут торговаться, эти бумаги. Посмотрим. А пока вот так, пока они покупают крупнейшую частную компанию, и эта компания тонет в объятиях крупнейшего гигантского государственного монстра. Хорошо. Тогда поговорим о Газпроме в Европе. Об этом Медведев тоже сегодня много говорил. По его словам, Газпром не имеет той политической воли, которую ему сейчас приписывают. Газпром зарабатывает деньги. Значит, российский концерт поставляет в Европу лишь 30% газа, а 70% европейские страны получают от других поставщиков. Хорошо известно, что Газпрому очень много претензий в Европе. На ваш взгляд, это все-таки политическая игра с целью сбить цены на газ? Я думаю, что Газпром немножко мешает его фактически монопольное положение на рынке здесь, в России. Вот если бы он научился с местным бизнесом более мягко себя вести и решать проблемы, решать вопросы, как это принято у серьезных людей говорить, ему было бы гораздо легче решать эти вопросы и в Европе, и за пределами Европы. И отношение к нему было бы совсем другое. Но вам не кажется, что все-таки из Газпромов пытаются сделать какого-то монстра? Вот Северный поток, вот Южный поток, вот сейчас клещи, и все, Европа замерзнет, если захотят в Москве. Михаил, а что, собственно говоря, мешает газпромцам спокойно объясняться с теми, кто на них эти катят вот бочки? Что мешает им проводить внятную пиар-политику? Что мешает почаще выступать их ведущим менеджерам на ведущих форумах? Встречаться с журналистами. Конечно, если они будут закрываться, конечно, если они будут бояться, а они, кстати, тоже являются проводниками, они не являются субъектами самостоятельной политики. Понятно, что им диктуется политика сверху и со стороны. Если бы они занимали более самостоятельные позиции, смогли бы более внятно объясняться с журналистами и с общественным мнением, так называемым, отношение к газпрома было совсем иным, и он бы не казался таким страшным монстром. Хорошо. Следующая история. Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, может ли Россия вновь дать в долг деньги Кипру, заявил только в том случае, если мы убедимся, что экономические решения, которые принимаются Евросоюзом, выполняются и в том случае, если наши европейские партнеры что-то тоже дадут Кипру. Почему такая любовь к Кипру? С Кипром у нас такие таинственные отношения. Это наша тайная любовница, если хотите. Там очень много офшоров, на которые замыкаются интересы очень многих влиятельных людей из России. Поэтому заявления, которые мы делаем официально по Кипру, могут сильно не совпадать с теми реальными интересами, которые у нас там на Кипре находятся. Я думаю, что в данном случае мы можем, конечно, бравые такие вещи говорить, что вот мы еще посмотрим, как другие себя поведут. На самом деле мы киприотам поможем. Но то, о чем вы говорите, интересы многих серьезных людей, выразилось в том, что Кипр чуть ли не главный инвестор как раз в Россию. Ну, понятно же, это деньги не киприотов, там жизнерадостных людей, которые зарабатывают в основном тем, что они сдают свои дома. А, ну, являются еще соучредителями многих российских компаний, как это предписано кипрским законодательством. Это просто сюда возвращаются те самые русские деньги, которые были некогда переведены туда в офшоры, а потом под какие-то конкретные проекты возвращаются сюда в Россию. Я вернусь все-таки к тому вопросу, с которого мы начали обсуждать Доводский форум. На ваш взгляд, те решения, которые принимаются на такого рода форуме или там в ходе заседания двадцатки, они реализуемы ли вообще и насколько это важно? Мне кажется, очень важно, вот просто физическое общение большого количества серьезных людей, бизнесменов, политиков, руководителей СМИ и так далее. Вот физически, они смотрят друг на друга, да, и на психофизическом уровне чувствуют, как обстоят дела в мире. Вот они съездят туда, напитаются этой энергией. У столько нормальных людей, вроде они спокойные, да, никто не стреляется, никто не вешается. И они вернутся и будут принимать более правильные решения. Спасибо большое. У нас короткие новости. Напомню, нас в гостях доктор политических наук Станислав Радкевич. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашей студии плюс семь четыре девять пять шесть пять десять девяносто девять и шесть. Сегодня с нашим гостем, доктором политических наук Станиславом Радкевичем, мы в том числе обсуждаем открытие Доводского форума. К нам по телефону присоединяется главный редактор радиостанции «Финам-ФМ» Катерина Романова. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, радиослушатели. Да, мы из Доводска. Сегодня, 23 января 2013 года, начал свою работу, основную работу, Всемирный экономический форум. Уже прошло ключевое для Российской Федерации выступление премьер-министра Дмитрия Медведева в Конгресс-центре, где одним из ключевых действий премьеры России стала поддержка заявки на проведение World Expo в России. Во главе с премьером русская делегация включает заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя Оргкомитета Екатеринбурга, Экспо-2020 Аркадия Дворковича, генерального директора заявки Эрика Пугулова, губернатора Светловской области Евгения Куйвышева. Примечательно, что второй год подряд заявочный комитет Екатеринбург-экспо-2020 принимает участие в ВЭФ и строит русский павильон в Давосе. А завтра, 24 января, в Русском Думе пройдет презентация World Expo для участников форума. А сегодня на Финам-ФМ в прямом эфире член русской делегации губернатора Светловской области Куйвышев Евгений Владимирович. Вопрос такой. Глобальный мировой экономический форум в Давосе принимает участников многих стран. И российская делегация одна из самых больших и весомых в отдельном весе участвующих персон. Почему вам, как представителя уральских земель и, в частности, Екатерина Угбурга, важно быть в Давосе? Добрый вечер. У нас открыто представительство нескольких сот иностранных компаний, работают более 20-ти дипмиссий. Это уже ко многому обязывает, и тем более, что мы крайне заинтересованы в привлечении инвестиций, инвесторов, в реализации таких крупнейших проектов, как особая экономическая зона Титановая долина и химический парк Тагил, уральский фарм-кластер. И мы в конце прошлого года приняли решение строить инвестиционный парк Крымцовский. Это достаточно серьезный прорыв. И вторая причина – это, конечно же, продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения экспорта. При условии победы нашей страны, нашего региона, нашего города, привлекательность регионов возрастет многократно. Поэтому вот такие самые причины. Да, но по поводу продвижения заявки, здесь в Швейцарии я видела несколько павильонов, например, Мексики, Индии. Но не встретила площадок конкурирующих стран по заявке на Экспо-2020, Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции, Бразилии. Как страны-конкуренты продвигают свою заявку в мировом сообществе? Ведь глобальных площадок для встреч в течение года не так много. Дело в том, что, несомненно, каждая страна ведет свою серьезную работу, выбирает свою стратегию и тактику. Мы считаем площадкой ДАЛОС это важное для проведения презентации Екатеринбурга, поэтому мы и здесь. Безусловно, все страны, желающие принять Экспо в 2020 году, очень сильные и интересные конкуренты. И регулярно в Париже в рамках Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок мы встречаемся с представителями этих стран и видим, какие успехи на пути к победе они делают. Но при этом каждый из нас имеет свои особенности, свою специфику, в том числе и в вопросах расстраивания работы по продвижению нашей заявки. И поэтому мы сегодня здесь, и я уверен, конкуренты присутствуют сегодня. Я видел... И оценивают Российскую Федерацию. И оценивают, да. И оценивают то, как мы продвигаемся. У нас сегодня очень много встречи будет завтра. И сам премьер эти встречи проводит. И ведь премьер Аркадий Баркович вообще... А каким образом выбор на Екатеринбург пал для заявки Российской Федерации? Как реагирует на это событие населения в Российской столице? Конечно, безусловно, Екатеринбург был не единственным городом, который рассматривался в качестве города, который будет представлять собой страну. Но у Екатеринбурга оказалось больше преимуществ. Это в первую очередь уникальное географическое положение. Это место встречи Европы и Азии. Еще ни одно Экспо не проходило сразу на двух континентах. Поэтому это, конечно, шутка. Но, тем не менее, именно этот факт обославливает то, что мы, Екатеринбург, это место объединения людей разных культур, национальностей и господинаний. И это, конечно же, мощный экономический и логистический центр. Центр, где сегодня регулярно проходят различные международные мероприятия. Это и... Хочу напомнить, что Екатеринбург регулярно занимает кизирующие производительские позиции в рейтингах, в рейтингах динамично развивающихся городов и регионов и привлекательных для бизнеса. Кроме того, и, наверное, одно из самых главных преимуществ, это наличие большого опыта приема крупных международных мероприятий. А какие другие преимущественные стороны у России для проведения выставки, кроме географического поведения, опыта и... Значит, самое главное, это большое желание, это поддержка президента страны, это поддержка председателя правительства. Мы должны всему мировому сообществу и членам международного ассамблеи, международного бюро-луба, показать наши возможности. Наши возможности раскрыть эту тему. Тему настоящего. Мы считаем, что мы готовы и уверены в том, что это придаст огромный толчок развитию экономики, не только в Свердловской области, но и в целом стране, потому как сегодня Свердловская область демонстрирует динамичные показатели в развитии. Это и рост ВРП, это и привлечение инвестиций, это и увеличение постоянный приток инвестиций, иностранных инвестиций, все эти показатели дают нам все возможности для того, чтобы мы собрались в силу на победу. Я желаю вам безусловной победы. А какое ваше ощущение, как Дмитрий Анатольевич поддерживал заявку на проведение выставки в России здесь, в Дагонии? Ну, одно то, что он уже поддерживает, не только на столах и на деле, и совершенно несовершенно, не без его поддержки. Русский дом сегодня, не просто строительство компании, русский дом сегодня пронизан идеей, пронизан идеей очень приветной борьбы, право проведения экспорта. Поэтому я уверен, что все сегодня еще будем продолжать, и завтра у них есть какая-нибудь поддержка. Конечно. А у вас запланированы какие-то встречи здесь, направленные на поддержку заявки? И как Светловская область находит инвестиции на мировом рынке? Если бы у меня была возможность продемонстрировать Светловой рабочий график, то бы выявили, что у меня каждый день, каждый час расписаны встречи представителей иностранного, и российского, иностранного экспертов. Речи подкорненные, деловые, принимают в составе делегаций. Сегодня в главном бинарном заседании мы пообщались и дро, и после, и прослушали варианты развития экономики сегодня примерно где-то говорили о четвертом варианте. Мы уверены, что победа за право проведения экспорта и это четвертый вариант, который принесет в России успех и рост экономики. И, конечно же, Светловская область сегодня участвует во многих мероприятиях, невозможность заявить, что область вот тут, в особом регионе, где мы приветствуем иностранных инвесторов, спрос инвесторов. Поэтому мы здесь, и поэтому все так происходит. Спасибо, Евгений Владимирович. Напомню, Евгений Куйлович, губернатор Севдовской области, был со мной на связи из Давоса. И также сегодня прошли брифинги для средств массовой информации генерального директора Русского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, председателя Совета директоров у Аукова Северного Кавказа Ахмеда Бивалова, зампредседателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича. Вечером в Русском доме в Давосе пройдут приемы холдинга Олега Терипаски с участием Дмитрия Медведева и Русского фонда прямых инвестиций. Так что жизнь не останавливается, все здесь кипит. И завтра мы с новостями снова в итогах дня встретимся. Михаил. Да, большое спасибо, Катерина, за интересный рассказ и за интересное очень интервью Евгения Куйвышева, губернатора Свердловской области. Мы продолжаем обсуждать, хотя у нас совсем мало времени осталось. Тем не менее, Станислав, на ваш взгляд, вот такая точечная презентация, но ведь здорово. Ну здорово, конечно. Какой-то умный человек, как это сказал, не дай вам Бог видеть бегущего банкира по улице. Вот там они такие спокойные все сидят, друг с другом разговаривают, кофе пьют. Ну, замечательно. Ну вот смотрите, если так вот посмотреть в перспективе нескольких лет. Сейчас у нас Сочинская Олимпиада. Значит, универсиада в Казани. Чемпионат мира по футболу грядет. Если Бог даст, выиграем Экспо 2020. Ну, совсем другое лицо устранное будет. Не будет. Не от этого зависит. Нам никогда не удастся исправить нашу репутацию какими-то отдельными имиджевыми точечными проектами. Вот только если мы поведем целенаправленную серьезную пиар-компанию по изменению репутации и имиджа, да, то есть некого накопленного, капитализированного имиджа, только тогда, может быть, будут какие-то подвижки. Но вперед должны произойти серьезные подвижки внутри. Вот, возможно, те глубокие структурные системные изменения, о которых я говорил, плюс серьезная современная профессиональная пиар-компания. Я понимаю, но, возможно, все-таки изменится образ россиянина, который ходит в шапке-ушанке, пьет водку, младенцев пожирают медведей. И, к сожалению, этот образ до сих пор существует в западных, в том числе, странах. Я с этим сам сталкивался. Ну, возможно, но среди той категории людей, которая очень мало влияет, вообще говоря, на положение России в мире. Это на бытовом уровне. Я благодарю за участие в нашей сегодняшней программе доктора политических наук Станислава Раткевича. Мы успели о многом поговорить. Всего доброго. До завтра у нас новости.